Ну и, наконец, крайнее видео на сегодня. Четвертое по счету. Это я наверстываю из-за болезни. Все события важны. Итак, 17-й месяц войны. 22-го июня, тоже в особый день, четверг, исполнилось 17 месяцев со дня начала войны на Украине. Это все считают люди, но по дням, а я считаю по месяцам. Потому что по дням смысла нет считать, потому что жизнь человека не по дням рассчитывается, а по годам, месяцам и дням, а иногда и часам. Так что и события такого уровня надо не дни считать, а годы и месяцы. Как в Великую Отечественную или Первую мировую. Это так, к слову, о тех, кто пишет там 400 какой-то там дней, день войны. Это ни о чем. Надо говорить один год, столько-то месяцев и столько-то дней со дня войны. Вот тогда это понятная история. Но сейчас не об этом. Итак, значит, команда была всем дана, как я уже говорил, 22-го февраля о тех событиях, которые начались рано утром 24-го февраля 2022 года. Поэтому с нашей стороны, с России, день войны – это 22-е февраля, а не 24-е. Потому что все пакеты секретные, все двигатели прогрели и так далее 22-го числа. Я это утверждал, утверждаю и буду утверждать. Потом пройдут годы, и мы в мемуарах или у отставников наших, которые, скорее всего, за границу уедут. Значит, будет все открыто, и вы мои слова потом вспомните. Итак, с нашей стороны, четверг. 22-го июня выпало на четверг. А у них суббота, 24-е, когда вот началось все. Что это говорит? У нас это вот перемены внутри состава военных сил. То есть каждый себя показал. Кто самолеты по дуре сбивает нашей же родной страной? Я про пригожина его дурачков, там, некоторых, не всех, некоторых. Это мое мнение, опять же. Предположение, не мнение, предположение. Значит, другие, значит, теперь понимают, какие надо ресурсы задействовать и как все контролировать, чтобы такого бартака и убытков в стране не было. Нам своих убытков хватает. А мы еще будем терпеть от каких-то сумасшедших городских циркачей, значит, поворовывших. Значит, а у них? У них суббота. А суббота – это все. Они выдохлись. То есть к 24-му июня, я утверждаю, они выдохлись окончательно. Никакого серьезного прорыва до 24-го июля не будет. Я это утверждаю. Те возможности, которых не были, они потратили. Все. Мы их поуничтожали. Я имею в виду технику и так далее, и тому подобное. То есть, когда выпадает дата очередная со дня войны на субботу, все. Остановка. Стоп. Подсчитали убытки, подсчитали расходы, потери, состояние нашей обороны. Путчик не удался. Циркача Пригожина. Все. Последняя надежда угасла. Все. Поэтому со стороны Украины никаких действий действительно массивных. Кроме подрывных, контрразведывательных, кроме нападений хакеров и так далее. Ну, поджоги – это само собой. То есть партизанщина. Партизанская глухая война, оборона и все такое. И они затихнут. Все. Точка истощения, усталости, морально-психологическая и так далее и тому подобное. Потому что у них-то убытков больше, чем у нас. У нас люди в отпуск едут. Понимаете? Готовы заплатить, испугавшись, перепугавшись, за билет в Турцию, до которой на машине можно добраться. 200-250 тысяч на Армении. Понимаете? Значит, есть деньги у россиян сбегать и вернуться. А у них нет. Все. Компания летняя затягивается. И понятно, что что будет с урожаем, что будет с... А зерновую сделку никто протлевать не собирается. И куда они это собранное, которое они успеют собрать, зерно повезут? Никуда. Вот и все. То есть все все понимают. У них это будет тотальная мобилизация. То есть суббота – это тотальный контроль над населением мужским и подготовка новых ресурсов на бойню и так далее. Вот и на что они потратят этот месяц. Тайная подрывная деятельность, минные взрывы, поджоги, хакерские атаки, компрометации, там все фейки всякие. Но это обычная история для хохлов. Значит, с нашей стороны у нас четверг, у нас преимущества. У нас есть преимущества. Они остались. Поэтому кое-где на фронтах будут у нас проходы интересные. Но опять же, из-за событий циркача Пригожина и его циркачей, я это буду все время говорить, из-за того, как танк застрял в воротах цирка в Ростове. Чтобы меня понимали, почему я их циркачами называю. Не получилось. Не влез танк в арку цирка, понимаете. Вот циркачи и уехали. Все. Не получился номер. Поэтому, значит, у нас из-за Пригожина и ГОП-компании его, значит, той дурной, остальные хорошие, не получились моменты нападения, правильных наступлений. Поэтому шансы у нас есть за месяц продвинуться. А у них нет вообще просто, от слова совсем. У них тотальная мобилизация. И то, они не успеют подготовить для ни на какого наступления. Вот и все. Вот и коротко это четвертое видео. Тут все ясно. У нас четверг, у них суббота. Четверг, суббота и никогда не договорятся. Тайные вечери, вечери любви, четверг, последняя общая живая встреча Христа с апостолами. Это вы просто, вы даже не представляете, что происходило до конца, я имею в виду, что происходило в этот день. Потому что толкований много. Да, причастие, да, тело и кровь Христова. Это все, да. Кого он любит больше, Петр спрашивает, Иоанн спрашивает. Самый младший, самый старший. То есть о любви все время говорили. Вот говорю, у меня мурашки бегают. Агапа, понимаете? Вот что такое четверг. А что такое суббота? Поминальный день, рабы, кладбище, поминки. Вчера суббота была. Вот этот Пригожий, дурачок, это все и организовал в субботу. Ума-то нет, ничего не понимает, когда что надо делать. Не понимает человек. На понтах живет, понимаете? Вот эти повара все какие-то чокнутые, военизированные. Я не про поваров нормальных, я вот про таких экземпляров. Так что суббота это все, точка. А четверг нет. Четверг это яркое-яркое продолжение. Так что у нас продолжение, а у них все ступор. И никакая дамба им ничего не помогла. Только себе урон и нам немножко, конечно. Но у нас-то деньги будут это все восстановить. Людских ресурсов не будем, мы подтянем. Народ поедет и зарабатывать, и строить. И на украинках там все попереженятся. И корейцы, и казахи, и много-много еще, кто приедет все строить. Так что у нас-то ресурсов хватит. У нас страна, ого-го, от края до края. Дураков, правда, много, циркачей. Но циркачей вы понимаете в каком смысле. Поэтому не обижайтесь. Ну, циркачи никогда прогнозы не делали. Никогда. За мои 32 года. Никогда. Я везде был на Дальнем Востоке, в многих городах. Ни один артист цирка ко мне никогда за прогнозом не обратился. Оперные были, эстрадные были, пантомима, переводчики, озвучиватели фильмов были, а эти нет. Ну, не надо им, они вот, они свое. Это я так слову. Значит, так что вот такая история. Украины, субботний период, 17-й месяц войны, на субботу. Поминки, 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 кладбище, 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 ступор. Все, нету. И тотальная мобилизация. Она ничего не даст. Абсолютно. Более того, вот то, что, еще раз повторю, то, что Пригожин сделал, это знак тем, кто там, в Украине, может то же самое повторить. И сказать, нам надоело это все, товарищ, главнокомандующий, пошли вы, вы знаете, на какие буквы. Это я вам говорю, кто слышит. Он эти слова знает, ему каждый день на таких словах все говорят, и он сам. Матерьшинник еще тот. Поэтому, вот такая история. Подписываемся, ставим лайки, распространяем это видео, комментируйте. И жду на прием. Буду рад, голос работает. До встречи.